всем привет сегодня у нас еще один огромный бетонолом теперь уже от компании makita модель hm 1307 c 20 года выпуска это аппарат тех же самых ребят что и был девольт но этот вроде как рабочий говорят он у них греется но если честно звук с которым он работает мне не очень понравился конце чего-то там когда он останавливается какая-то шайба болтается и докручивается разбираем смотрим диагностируем такая схема у него детали здесь не так и много а а и и и и ручку сняли теперь откручиваем электрическую часть пузырь пузырь Продолжение следует... Внутри обычный выключатель, контроллер, кабель. Все снимается свободно, спокойно, можно отсоединить. Вот так все просто и удобно. В отличие от других, как говорится, фирм. Соединили и теперь свободно можем работать с механикой. Вот так выглядит низ. Можно сейчас отсоединить, к примеру, ствол и поставить его. Заниматься, что я сейчас и сделаю. Заниматься. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Теперь открутим электрическую часть DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Здесь еще даже смазка хорошая Добавил субтитры DimaTorzok 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 Что за звук это был? Честно, не понятно Вот так вот. Сейчас поставлю щетки на место и попробую запустить вот так в холостую. Подключили, пробую включать. Внутри на роторе что-то крутится, шайба какая-то прям прокручивается. Поэтому разбираем, достаем двигатель полностью. Достали статор, что мы здесь наблюдаем. Здесь вроде все нормально, но внутри я не вижу шайбы в виде пружины. У меня вот здесь должна быть. Вот так вот. Ротор наверное придется выпрессовывать. Потому что просто так он не опустится. Короче, вытащил я ротор и смотрите, какой здесь момент. Такое ощущение, что сюда уже кто-то лазил. Потому что отсутствует шайба, вот эта пружина прижимная. Подшипник почему-то перегретый. И не до конца все запрессовано. Втулка маслозгонная не до конца запрессована. И подшипник не до конца запрессован. Потому что там шайба, она болтается. Которая под ним. Она не должна болтаться. И она крутится на роторе. Вот надо и шайбу, наверное, вот эту новую. Потому что она, наверное, стерлась. Либо просто придавить. Но подшипник надо менять. Сейчас я его сниму, посмотрю. Ну и вытащил все остальное. Это я не буду распрессовывать. Здесь нормальный подшипник. Плюх-то вообще никакого нет. И вот такой поршень. Резиночки на нем поменяем. И вот такой вот цилиндр. Короче, распрессован. Действительно. Здесь, правда, шайба как-то с люфтом. И там есть буртик. Но было не допрессовано. Это 100%. Причина неизвестна. И отсутствует шайба. Разбираем дальше. Сейчас я, короче, ослаблю эти все винты. Надо было не разбирать полностью. Сначала все-таки эти ослабить. Потому что было за что упереть. Теперь надо в тиски зажимать. Открутили. И достаем. Чпок. Здесь у нас все просто. Ствол. Ствол. Баек вот так выглядит. Распандер. Ну и последние детали. Это вот ствол внутри стоит сначала. Вот это уритановая резинка. Потом металлическое кольцо. И сверху зажатся вот этим втулкой. Здесь на ней резиночка. Визуально казалось, что уритановая покоцанная. Но это была всего лишь грязь. И вот вытер. И оно как новое.